Образцовый хореографический ансамбль «Крещенда» в мае готовится отметить свое 15-летие. За это время постоянный и незаменимый педагог Валентина Гуськова воспитала и выпустила пять поколений учеников. Ансамбль неоднократно становился лауреатом и дипломантом различных конкурсов. Три воспитанницы «Крещенда» занесены в российскую энциклопедию «Одаренных детей России». При этом почти половину своей жизни коллектив даже не имел своего помещения и буквально скитался по чужим танцевальным залам для того, чтобы просто иметь возможность заниматься. После многолетней переписки родительского комитета ансамбля с различными инстанциями в 2011 году «Крещенда» наконец справил новоселье. Тогда оказалось, что все мытарства позади и что если у ансамбля и будут трудности, то только творческие. Однако сейчас стало понятно, что беда вернулась. И снова родители маленьких танцовщиц бьют во все колокола для того, чтобы их услышали. И помогли сохранить уникальный городской коллектив. Раз, два, три. Раз, два, три. Локти в стопну. Шире. Когда педагог от Бога, это видно сразу. Но особенно остро такие вещи чувствуют дети. Маленькие танцовщицы внемлют каждому слову Валентины Гуськовой. Они впитывают каждое ее движение и под ее руководством шаг за шагом постигают неимоверно трудное искусство хореографии. Сейчас девочки занимаются в небольшом классе. Третья школа потеснилась и предоставила будущим звездочкам этот зал. Потому что основное, такое долгожданное и такое выстраданное помещение для занятий оказалось непригодным. В сентябре месяце мы пришли, мы ничего такого не заметили. Мы ничего такого не видели. И буквально, да, все так было здорово, все так красиво. Но вот ближе к Новому году стало все больше и больше эта чернота распространяться. И вот все больше этот запах, запах. И дети этим дышат. Это бывшая оранжерея третьей школы. Для Крещенда она подходит как нельзя кстати. И размер хороший, и раздевалки есть, и место для костюмов. Только вот расположен зал над бассейном. И влажный воздух снизу, плюс тепличные условия, которые были созданы для растений, с людьми сыграли нехорошую шутку. Когда старые деревянные окна в помещении заменили на современный, но не дышащий пластик, главной хозяйкой танцевального зала очень быстро стала плесень. Буквально за пару месяцев она расположилась по всем стенам. Они почернели. Дышать в классе стало трудно, и родители заметили, что девочки начали уставать сильнее обычного. У меня занимается двое деток в этом коллективе. Старшей дочери 13 лет, она в старшую группу уходит, и младшей дочери 10 лет. Старшая дочь очень сильно жалуется на головные боли и просто общую слабость после танца. Болит голова. Это стало частым явлением. Вот именно здесь, да. Во всем виновата плесень, уверены родители, и говорят, что если сейчас не спасти танцевальный зал от этой черноты, значит она будет отвоевывать для себя новые площади. Тем более, что грибок уже появился в школьном спортзале. Еще вспоминают мамы и папы, в бывшей оранжерее, как и во всем образовательном учреждении, ранее был намечен капитальный ремонт, который по объективным причинам не состоялся. Так может сейчас самое время приступить к делу? Или опять родителям надо пройти все инстанции для того, чтобы обратить внимание на проблему и доказать, крещенда нужна помощь? И вообще, знаете, просто обидно за то, что вот коллектив несет на себе глобальную работу, одна Валентина Александровна работает с шестью-десятью детьми, пять групп от пяти до пятнадцати лет, все они с удовольствием ходят, с удовольствием посещают. Но почему настолько коллективу отношение вот такое, мне кажется, нечеловеческое просто. Родители готовы сами взяться за ремонт помещения. Им не привыкать устанавливать станки и отмывать залы после бесконечных переездов ансамбля. Папа одной из воспитанниц, профессионал в области коммунальной сферы, говорит, что плесень – это следствие повышенной влажности и плохой вентиляции зала, а конструктивы, оранжереи в отличном состоянии. Решение, конечно, здесь одно. Первое – это замена всех окон на проектные, именно с вентиляционными системами. Второе – производство косметического ремонта с применением современных средств, которые бы удаляли этот грибок. То есть, это дорого, все, но это все есть, это можно сделать. И третья завершающая стадия – проектная организация выходит сюда на место, составляет проектные нормативы, на основании которых и компания, которая выигрывает тендер, производит демонтаж и монтаж вентиляционной системы проектной, которая бы обеспечила отвод влажного воздуха. Пока взрослые ищут выход из положения, дети активно готовятся к юбилейному концерту. И когда юных танцовщиц занимается сразу много, или когда танцуют старшие девочки, делать нечего, всем приходится идти в большой заплесневевший зал. Преподаватель, чтобы хоть как-то выветрить удушающий запах, ежедневно перед уроками выполняет вполне себе акробатические трюки. Говорит, что за себя ей не страшно, а вот девочки, которые выдерживают колоссальные нагрузки, достойны заниматься в достойных условиях. И все, что зависит от преподавателя, она сделает. Сюда стою, вот так открываю, но это не открывается у нас, потому что это все за вас. Потом Валентина Александровна спускается с лестницы и учит своих воспитанниц главному – видеть вокруг себя прекрасное, то, что помогает преодолеть все трудности. Мы смотрим из себя и через эти стены на все пространство мира, которое нас окружает. Вспоминаем наш замечательный парк, в котором мы ходим гулять, наш зимний парк, который у нас есть в городе. Мы вспоминаем то море, на которое мы тоже выезжаем вместе со всем коллективом. И стараемся, да, и стараемся вот набираться той души, которая есть в природе, но, к сожалению, не вокруг нас. И затыкаем носы, потому что у нас здесь как бы не очень приличный хороший запах. И стараемся, не обращая ни на что внимания, работать. Ирина Потихина, Александр Иванов. Новости нашего города. Ансамбль Крещенда относится к Центру детского творчества. Это бывший дом пионеров. Старое деревянное здание, расположенное возле второй школы. Здесь тоже есть два танцевальных зала, но маленьких и довольно холодных. Девочкам, которые занимаются в основном на полу, такие условия абсолютно не подходят. Сам центр требует уже не то, что капремонта, а переезда в другое здание. Но это, говорит директор ЦДТ, дело далекого завтра. А вот проблема Крещенда, возможно, будет решена. В январе при департаменте образования создана комиссия, которая устанавливала причины образования плесени. По последним данным, заказана проектно-сметная документация на это помещение, на реконструкцию вентиляционной системы. И летом будет произведен ремонт по этой проектно-сметной документации.